Ой, ну какие же у вас некрасивые орхидеи, совсем не перспектабельные, совсем замученные. Всем привет, мои хорошие! Да, такой поступил комментарий на моем канале, что я издеваюсь над своими орхидеями. Мои хорошие, во-первых, это мои орхидеи, и мне решать, во что их посадить, в чем им расти и как им расти. Я всего лишь делюсь своим мнением, а вы свою злость оставьте при себе и продолжаем. Вот, ну вот, значит, моя анакондочка, девочки, моя анакондочка, которая посажена в минимум, в минимум, у нее практически здесь нету ничего. Она, ну, видите, какие пустоты, но я думаю, вон корнюхи растущие, вот, сверху чуть-чуть прикрыто, вот такие корни начали у нас тут вырастать. Вырастать, смотрите, как он шел прямо и целенаправленно наклонился и пошел вниз. Будем надеяться, что соседний тоже так же наклонится. Вон там еще цвет этот корешочек, вот он, видите, им очень нравится такая посадка, девочки. Они ни грамма не стрессуют, ну, в том плане то, что они не сбрасывают корни. Вот, это та посадка, которую я сейчас называю бессубстратно-минимальное содержание орхидей. Вот, это мое новое слово, я так только что придумала. Вот, тургор постоянно держат мои некрасивые орхидеи. Ну, да, они не каждый день у меня моются, ну, что ж поделаешь. А вот тут, видно вам в пазухе цветоносик вырастает. Ну, где фокус? Вон там зеленая пимпочка. Так что скоро анакондочка зацветет. Вот, я хочу, чтобы у нее цветонос был длиннейше, чем вот этот. А то здесь даже почечки нету взять. Но как тот маленько подрастет, а точнее, как у меня среда будет готова, я и этот цветоносик возьму в разработку. То есть будем клонировать, делать клонов. Ох, впереди у нас работы. Так, вот здесь вот моя красотуля. Скоро-скоро, смотрите, какая прелесть. А еще хотела свою, сейчас сниму ее сверху, свою белую красотульку тоже. У нее такой хороший цветонос. Мне тут девочки писали, Люк, тебе ее не жалко, посади ее в красивую вазу. Девочки, не могу ее посадить в красивую вазу, потому что она приросла своими корнями здесь. Вот, она будет здесь жить. Когда-нибудь, может быть, у нас там корни начали расти. Это моя белая орхидея, самая первая моя орхидея. Она, наконец-то, хорошо выздоровела. Все свои старые листья она уже сбросила. И вот эти три листика у нее уже новые. И ее детка прекрасно растет. И здесь она мне пробудила почку, девочки. Она будет опять цвести, моя зайка. Так что я у нее цветонос не заберу. Хотела взять ее цветонос и размножить ее огромные цветы. Ну, ладно, не будем. Так, что у нас тут? А еще хотела вам похвастаться. Смотрите, как у меня, у моей каменной розы, которая болела тоже после вынашивания коробочки, здесь цветонос, этот корешочек. Тихо, тихо, тихо. Здесь корешочки пошли в роз. Смотрите, какая прелесть. Все сидят в моем хе, девочки. Заказать можно по электронной почте или ВК. Там много корешочков у нас. И вот они. Вот, и тургеры у нее хорошие. Да, вот какие-то тут у нас пятна пошли. Но мы лечимся, лечимся. Все будет хорошо. Вот. Вот еще одна радость моя. Вот. Дует бутончики, которая живет без субстрата. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Посмотрите, какие классные корнюхи. Ну, чем плохо? Я вот вообще счастлива в таком содержании. У нее здесь один кусочек коры лежит всего лишь. Там на донышке у нее когда-то был мох. Вон водичка у нас тут, видите? Чуть-чуть присутствует. Вот с такой вот корнюшки растущие. Вчера налила водички, если я не ошибаюсь, им. Ну, они ее привыкают, выпивают постепенно. Здесь уже все корни обновились, все хорошо. Вот он, дикий кот, которого мы с вами пересадили. Кстати, вон там корень увидела сейчас плохой. Не убрали. Фиксирую на камеру, что он был, этот плохой корень. Прям вот сухой, а видать, размочился, размяк. Вон он, видите? Ничего страшного. Ей это не помешает расти и меня радовать. Вот. Вот это наша салатовая красотулька. Очень красотулька. Да, вот она болела и надула всего 4 цветочка. Вот. Ну, ничего. Она восстановится. Мы ее с вами вчера пересадили. Тоже вот в такую же посадочку. Все ей нравится. Все ей хорошо. Вот. Здесь тоже бессубстратное содержание. Вот такая шапочка. Ну, разве это не шапочка? Сейчас вы скажете, опять это мало цветов. Мне достаточно. Я счастлива. Эта орхидея у меня постоянно цветет. Вы обратите внимание, у нее два цветоноса. У нее два цветоноса, девочки. Это очень красивая орхидейка. Очень. Вообще. Моя красотулька. Так что зря вы. Тоже сидит без субстрата. У нее там просто вот какие-то ракушечки набросаны. Там даже мха, кстати, у нее нету. Вот у этой тоже уже мха нету. Да, может для кого-то банки некрасивые. Для нас вполне даже нормальные. Вон у нас корешок растет. Вот здесь вот целая куча корней пошло. Просто обалденно, девчат. Здесь у меня будочка. Цветонос. Вон какой гонит. Это у меня двойная посадка. Вместе с котлей она живет. Вот. Ну вот это я вам показывала. Там коробочку растит. Или растит. Здесь моя красотка. А то мне пишет. Да у вас никто не цветет. Да у меня они постоянно цветут, мои хорошие. Здесь у меня вот такая вот. Отойду подальше. Леодорка. Она не умещается в кадр. Вот такой цветонос растим. Вот здесь у меня целый букетик. Не буду ее разворачивать. Я вам ее не так давно показывала. Красота ароматная. Вот. Красавица моя. Это белый беглиб. Девочки, кстати, спрашивали, нет ли у меня его в продаже. Нет, девочки, пока нету. Но скоро будет вот такие корнюхи ростим. Шикарные. Вообще ждут цветонос. Тоже его надо бы пересадить. Но не буду. И тут вон корнюхи. Везде и всюду. Здесь давно уже цветет эта красотка. Вот. Кто у нас тут еще? Вот. Цветоносик растет. Это у той орхидеки, которая жила год. Мы экспериментировали. Оставляли ее год с грибами. Вот. Наращиваем корни. Много-много. Листики попозже будут расти, куда они денутся. Вот. Она восстановилась. Сил набралась в новой посадке. Смотрите, как там мох растет. Я вам сказала, нет, что мох-то можно приобрести у меня по электронной почте или в ВК. Все ссылочки есть в описании под видео. Ну и гонит цветонос. Скоро зацветет. Вот. Здесь эта красавица. Все до сих пор еще цветет. Девчат, сорить. Такая она уникальная вообще. Вот. Вот если бы она открылась полностью, она бы... Вот ей бы цены не было, честно. Она такая красивая. Она очень, опа, очень красивая. Попробую ее размножить цветоносом. Так. Здесь съедаем лист. Прям так активно. Ну и наращиваем хорошо корневую. Вот ее я вам говорила, что надо пересаживать. Она старые корни там все испортила. Но пока для нее не подобрала емкость, чтобы, ну вот, низ был пошире, а верх поуже. В общем, скоро будем ее пересаживать. Но у нее у самой по себе лист темный. Вот. Дальше что у нас тут? Вот эта красотулька, врединка моя. Так жду от нее цветения. Это какая-то у меня тут бабочка-бабулеточка. Уже, если честно, даже забыла. Вот эта сидит в камнях. Всего тут опачки. Сказала же, не буду продавать, и она сразу обрадовалась. Это моя сказка. Это старый цветонос у нее. А вот он. Сейчас. Опа. Вот он новый цветонос. Красота. Вон у нас тут сколько корнюх-то. Сейчас, погодите. И далее. Здесь тоже совсем чуть-чуть мха. И так свободненько кора. Ой, сейчас, девочки. И вот. Такая корневая. Как плохо снимать против света. Ну, а ночью с фонариком лазить. Соседи пугаются. Бедные. Такие ранимые соседи у нас. Вот. Слушайте, может, вот эту тоже развернуть. Там что-нибудь увижу. Вдруг. У меня так бывает. Поверну, а там цветонос. Нет. Цветоноса нет. Есть шикарные корни только. Вот. Ладно, пусть стоит. Так. Аккуратно. Все аккуратно. Не деритесь. Листики поправляйте. Корешочки поправляйте. Поздравляйте. Молодцы. Дальше, девочки. Вот эта красавица у меня тут тоже. Так, подождите. Ее надо вот так развернуть. Нет, не надо. У нее цветонос. Один продолжил свой рост. А второй, вот он. Вот он попер. Но только она их выгоняет прям под листом. Вот это мне вообще никак не нравится. Поэтому, наверное, я ее так и поставила, чтобы она туда, к окну, может, вытянет его. Вот. Здесь пить хочет девочки. Смотрите, аж мох растущий, как высох. Издеваюсь над растением. А это, как-никак, легато в собственной персоне. Только что открылся, девочки. Он попозже будет. Мой легато вообще, я не знаю, какой-то интересный. Ты посмотрите на его губу. Ты что мне в этот раз тут вычудил, красавец мой. Какая она. Он так долго был открытый. И вот эти вот усики торчали у него сверху, девчат. Очень долго. Ну, губа насыщена такая прям. Легато этот, купленный у меня в восемнадцатом году. Он не хочет никак расти. Поэтому я не знаю. Я буду всеми путями пытаться его размножить, девочки. Цветоносом коробочку он не хочет выращивать. Ни в какую. Поэтому буду пытаться из почки выжать из него деток. Ну, не знаю, что получится. Тут и почек-то особо. Он мне взял и разбудил все почки, что у него были. Вот. И вот еще открывает, девочки. Сейчас я его тихонько поверну. Вот здесь на солнышке, видите. Уже закрыла потом вот так. Вот открывается тоже еще только. Они потом дорастают. Они потом становятся крупней. Ну, у этого тоже такая же губата. Ну, что такое? Ну, что? Ну, а пожалуйста. О. Скажите, вот легата это прям, ну все. Здесь два бутончика откроются. Вот здесь он опять, вон, видите там. Сейчас покажу вам. Ротик открыл. Ну, что такое? Вон, оттуда кто-то вылазит. Вылазит кто-то оттуда. Красотища неописуемая вообще. Ну, и звездочка моя, хатаюки. Звездочка моя хатаюки. Вот она. Она еще тоже только-только открылась. Она станет насыщенно неоновая. Вот это у нее такая губа будет. Она ароматная. Очень красивая, девчонки. Вообще, как откроется полностью вся ее веточка, я вам покажу. Вот. Чуть позже еще видео вставлю. Кто не видел, сегодня я еще была в Орхо-квартире. Оттуда вам сняла. Там тоже есть хатаюки. Вот. Она тоже на бутонах. Ну, в общем, увидите. Вот так вот она тут у меня опять разрослась. Вот такие тут корнюхи у нее. Красавица моя. Я ее просто обожаю. Не могу развернуть. Сейчас, девчат. Разверну позже, когда откроется. Ну, а здесь у нас, здесь у нас Сога Релакс. Или Реликс. Или как там правильно его назвать. Красотун восковый-лаковый. Одну коробочку он вынашивает уже не сегодня-завтра. Она созреет. Вот этот. Получилось опылить. Коробочка растет. Вот. Дальше что у нас. А. Вот и коробочка растет, девочки. Это у нас. Не отдашь мне еще этот цветочек. Это губка Боб. Красавец. Обалденный. Ну, губка Боб еще ростит цветонос. Вот еще у нас растет цветонос. У красоты. Этот цветонос пойдет на размножение. Это у нас Пират Пикати. Очень всегда красиво цветет. Вот эта красавица. Крупная девчата. Вот. Вообще очень крупная. Последний раз, когда я ее замеряла, цветочки были. Нет. Сейчас линейки с собой. Цветочки были 13 сантиметров. У меня рука 15 сантиметров. Смотрите, какая усы. Вообще очень красивая. Ну и вынашиваем коробочку. А кто папа? Я говорила в предыдущих видео. Очень должна быть сногсшибательная красота. Ну и вот эта моя красавица. Тоже опыление получилось. Тоже опять вынашиваем коробочку. Ее детки уже успешно, прекрасно растут. Она такая трудяга. Она такая умница лапочка. Когда-то я ее спасла. И вот так вот она меня благодарит. Всегда цветет. Уже очень долгое время цветет. Доращивает, не переставая. Ну вот тут, судя по ее цветоносам, да, можно понять, что она цветет уже не один год. И постоянно доращивает. Вот. Так что, вот такая у меня тут красавица. Ждем от нее уже деток. Они подрастают. Вот такая вот у меня радость, которой я хотела с вами поделиться. Ну а теперь можете посмотреть, что у меня происходит в Орхо-квартире. Какие изменения там. Нет, давайте я вам чуть-чуть покажу еще флосят. Так, выключила красный свет, чтобы вам можно было что-то рассмотреть. Смотреть маленько. Вот они, мои малышки. Растут и подрастают. Вот они. Красотульки. Их тут на самом деле очень много. Кто-то еще совсем маленький. Кто-то уже такой большенький. Кто-то совсем большой. Вот такие вот лапушки растут. С пушистыми корнюшками. Так что, мои хорошие, с последней пересадкой, что я вам показывала, все хорошо. Ни одна баночка не заплеснивала. Все удачно. Все, здесь ничего не видно. Ну, а здесь каменная роза, моя красавица. Посмотрите, как она решила опять размножиться. Сама еще крошка. А под ней сколько новых жизней появилось. Я так рада. Это просто сказка. Скоро я их отделю и рассажу по новым, новым домикам. И они будут расти дальше. Моя каменная роза размножается с хорошей скоростью. Так что, скоро вы увидите их в продаже. Добавляйтесь ко мне в ВК. И вы будете в курсе всех событий. Ну, вот я и на складе. Ворха квартире своей. Смотрите, какая красота. Неописуемая. Вон еще сколько у нас тут бутончиков. Он еще распускается. Он еще не открылся до конца. Вот сколько. А вот этот что-то запаздывает. Девочки, это адениум. Вы меня спрашивали, что это за растение. Это адениум. Вот такая у нас тут фигура. Его надо пересаживать. Он распирает этот горшок. Он выталкивает своими корнями грунт. Субстрат, грунт. Хотя я его в том году пересаживала. Вот такой вот красотон. Против света очень плохо снимать. Конечно. Даже не знаю, как поймать вам его окраску. Отвернула его от солнышка. Мне кажется, что ему жарко. Такой красавчик. Представляете, какая шапка будет. Цветут они очень долго. Вы меня просили показать, как спатифилумы себя чувствуют во мхе спустя время. Вот, девочки, пожалуйста, вот такие шикарные корни растут. Видите? Вот этот мы с вами вместе сажали. Обалденно он себя чувствует. Он прекрасно наращивает листовую массу. Вот. Я их сейчас чуть-чуть пролила. Капельку совсем. Так. Поэтому вот эти три тоже пойдут в мох. Этому много налила воды. Сейчас солью. Смотрите, какие корни здесь. Этот был чуть раньше посаженный. И вон они какие. Пушистенькие. Видали? Растут. Ну и они уже, вон они, по низу пошли. Очень быстро они во мхе нарастают. Вон и здесь тоже. Сейчас солью. Много налила воды. Перестаралась. Вот. Ну и сам кустик. Вот он, новый лист. Обалденно себя чувствует. Вот. Так что и мне, и им все очень даже нравится. Там у нас еще молодой лист лезет. Растет. Здорово. Потом вот эти с кончиками, с этими старыми, все отрежу, уберу. Вот так перевернем, чтобы он к свету тянется. Свет больше здесь. Ну и вот он еще один мы с вами сажали. Здесь, смотрите, даже травка во мхе начала прорастать. Ну и сам куст, смотрите, как хорошо себя чувствует. Здесь еще не видно ничего. Ну, по крайней мере, у стеночек не вижу пока корешочков. Но это были очень плохие корни вот у этого именно. Поэтому здесь они, конечно, будут подольше расти к стеночкам. Но зато вот они уже какие. Растут, девчат, растут. Нравится им. А там, вон у меня, там лист съела растюха. Нормально все, не буду трогать, пока сама его не уберет. А здесь у нас, видали, цветоносик. Новый корешок, а выше цветонос. Что-то у меня камера как-то очень плохо снимает. Совсем не фокусирует. Вот, в общем, цветоносы растут. Вот тоже увидела. Вот эту вот красавицу поставила. Тут без вас пересаживала. Но мне надо было очень быстро ее пересадить. Некогда было камеру включать. Вот ее пересадила. У которой листья всегда скручиваются. И сразу как хорошо начала наращивать лист. Вот, и корни вон растущие. Посадила низ кора, середина мох. И вверх тоже кора. Вот. Так что, девчат, кому нужна мох и кора, пишите мне в ВК или по электронной почте. Так, пойдем еще посмотрим, что у нас там. Как там у нас. Здесь детка растет. Все нормально. О, какой там корень красивый вырос у детки. Тут их даже два девочки уже. Видали? Вот. Так что ли ее поставить? Чуть-чуть пусть так постоит. Ну, какие корнюшки у детки. Скоро можно будет отделять от мамки. А этих пингвинчиков совсем не видно. Их мох заполоняет. Ё-моё. Ё-моё. Где? Мы тут, говорит. Мы тут. Это маленькие орхидейки тут у меня. Уже второй месяц они тут живут. Пускай живут. Так, чуть-чуть прикрываю капельку. А там хатаюки как гонят. Дует бутончики. Недавно вам показывала. Были совсем маленькие. Девчата, вот так активно. Это варегатная ванилька. Черенок. Все, он уже не сегодня-завтра начнет ветвиться. И пойдет в рост. Вот, девчата, пока по такой еще вот цене. Берите пока еще маленький кустик. Потом они будут дороже. Смотрите, уже корни как в стаканчике развелись. Вот. И здесь тоже. Все в моем хе, девчатки. В моем хе можно сажать любые черенки. Укоренять. И все укореняется моментально, быстро. Вон тоже, видите, белый волосок. Вот он, корешок. Вот. Кстати, девчат, включала раптор. Ну, вот этот от комаров. И все, больше нет у меня никаких тут мошек. Никого тут нет. О, здесь тоже, смотрите, при вас достала. Какие корнюхи уже у дна. Поэтому я говорю, кто девочки у меня заказали, вот эти черенки и ванилик. Не торопитесь их никуда тут сажать, пересаживать, еще что-то с ними делать. Ну, вот этот вот совсем маленький, он пока не будет продаваться. Это так, что-то нечаянно у меня получилось его срезать. Что там жесткое такое? Ай, там корень. Все, пусть стоит. Вот. О, а здесь уже вся в рост пошла. Ой, какое-то еще растение растет с ним вместе. А здесь в рост тронулась. Варигатная девочки, ванильки. Ну, кто понимает, тот понимает, о чем я говорю. Варигатная, неваригатная. Сейчас покажу, как она смотрится кустиком. Вон, рост пошел. О, тоже корни какие, видите. Все, корни пошли активно. Теперь рост пойдет активно. Сейчас они махом вымахают. Вон, и тут тоже. Видали, как им смачно. Так. Ну, а вот так вот разрастается ванилька. Я ее накручиваю. Видите, у нее такие воздушные корни, как будто бы. Она ими цепляется за что-нибудь и растет дальше. Сейчас вот сюда. Ой, не в ту сторону ее мотнула. Е-мое, прости, дорогая, что я тебя так тут обидела. Она еще не доросла здесь. Вот так листиком зацепим. Она сама зацепится. И вот, когда она все обовьет, эту я не трогала, не обрезала. Вон, какие жирные там. Любит, когда ее опрыскивают. Это вот варегатная, вот с такими красивыми листочками. А вот эта не варегатная. Очень долго растет. Вообще, очень долго. Вот она у меня тоже рядышком стоит. Ну, а вот эта вот, которую я брала, с нее череночки. Вот, видите, она маленькая сейчас. Она очень быстро разрастет сейчас. Варегатная очень хорошо растут, девчат. Ту резать не буду. Ту хочу дождаться цветения. Свой ваниль будет у нас, девочки. Не только орхидеи, но еще и ваниль. Ведь ваниль берут из орхидеи. Из ванильной орхидеи. Хотя я не люблю ваниль, ну, кушать, да? Добавлять куда-то. Вот. Ну, я высматриваю. Вдруг еще где цветоносит пропустила. Не увидела. Там открывает свои бутончики дальше красотка наша маленькая лилипуточка. Не буду ее доставать. Я подлила ей водички. Пусть пьет. Вот. Здесь цветоносик еще не готов. Я все цветоносик этот жду. Все, что, мои хорошие. Я их проверила, посмотрела. Все живы-здоровы. Так, вот эту надо опять, что ли, напоить. Опять пить хочет. Вот это у меня проданная девчонка. Ждет. Хозяйка в отпуск уехала. Купила и поехала в отпуск. И меня попросила подержать у себя. Вот. Поэтому, девочки, кто хочет цветочки, есть альбом в ВК. Зайдите, посмотрите. Того, что у меня есть в наличии. Вот. Я ее маленечко тут поменяла ей субстрат. Пока она ждет отправочки. Она хорошо адаптируется. Вот. Гигантейка красавица. Субтитры создавал DimaTorzok